Приветствую всех друзей, вы на канале Шедвилл Плей, меня зовут Дмитрий, и мы, друзья, продолжаем похождение в Divinity Original Scene. В прошлой части мы с вами остановились на том, что освободили кое-какого археолога из заключений мертвецов и зомби, которые находились где-то вот в этом районе. Да, вот где-то здесь был этот дом, ну, собственно, не где-то здесь, а именно здесь был, мы его провели до ворот Сайселя, и он нас пригласил переговорить в таверне, вот этой, возле которой мы находимся, о том, где находится курган мертвецов, чтобы мы с вами разобрались и с ним. Поэтому, друзья, сейчас же отправимся в таверны и переговорим с археологом, но перед этим я обещал, что в прошлой серии, ну, специально, не в прошлой серии, я обещал, что перед началом этой серии я повышу уровень нашим героям. И, собственно, сейчас я это и сделаю. Во-первых, конечно, здоровье надо повысить кое-кому, да? Кое-кому это... Что-то она такая больная стала, не пойму. Где у нее поллинии делась, я не знаю. Вот так вот. Есть. И теперь уровень. Теперь повышаем уровень. Персонаж. У меня, к сожалению, повышений никаких нет, потому что на пятом уровне меня судьба обделила способностями, мне вообще очков никаких не дали, поэтому я пролетаю в этом уровне, но зато в следующем мне уже дадут больше всяких качеств и способностей. Это уже да. Пока что у меня есть только одно очко, но приберегу я его на будущее время. Талантов, естественно, никаких у меня нет. Поэтому переходим к следующему бойцу. Это будет Мадора. Посмотрим, что там у нее. А у нее есть два очка способности. Два очка способности, которые смело можно куда-то применить. Но не на двуручное оружие, это точно. Можно на защиту. Крепость тела. Она нужна, она нам нет. Думаю, не повод тратить на это добро. А военное дело на троечку мы улучшить не можем, по той причине, что нужно больше очков. Нужно больше очков. Короче, я, наверное, пока тоже не буду тратить у нее ничего. Личности она у нас не участвует в телекинезе. Точно. А преступления нам не нужны. Ну, в общем, пока что тоже оставим этого бойца, как и было. Единственное, кто у нас теперь интересен, это наша лучница. А вот у лучницы, да, действительно, что-то можно применить. Ну, например, стрельбу тоже мы не сможем применить, потому что двоечка. Знания, легенды, это распознавание предметов. Ремесло и так у нее троечка. А вот бой. А вот, собственно, лук. Ее, у них здесь лук, а вот лук. Вот лук у нее проблема. Нужно повышать урон, так как... Деремся мы теперь регулярно за стенами саселя. И нам нужно улучшение. Нам нужно бить сильнее. Давайте потратим это улучшение на... Лук. А почему бы и нет? Есть, все. Пусть так и будет. Есть. И Джан. Да, сохранить изменения. И у Джана тоже две способности. Я пока не знаю, что это дает. Сила воли снижает шансы, но это тоже ненужная штуковина. Чем он у нас? А, Жезл. Жезл, да, двуручный. Жезл, арбалет. Или Жезла. Не применима к бою с двух рук. То есть можно еще Жезлом резать кому-нибудь, да, получается. А чем он у нас вообще занимается? Гидрология, пирокинетика, стрельба. Геомантия, кстати, можем бандячить. Один уровень на заклинание, да. Представьте, будет три вида заклинания у него. Воздух, вода, еще и земля. Или огонь. Смотрите. Вообще будет три вида заклинания. Ну, крутой тип, конечно. Очень крутой. Ну, правда, можно изучить и сюда. Подсобирать и можно изучить больше заклинаний. Либо больше земли добавить. Но тогда будут простые заклинания. В общем, я пока не знаю. И ремесло. Ремесло пока мы тоже не нуждаемся. В общем, давайте подсобираем еще сюда одну очко способности. И увеличим ему количество заклинаний, например, на воздух. Или еще на что-нибудь. В общем, пока что так и оставим. Все, друзья, полетели. Полетели. Сейчас мы отыщем с вами. В портрет женщины, кстати. Взять можно? Нет. Все у нас запрещено. К воровству. Где же наш товарищ-то сидит, а? Это не он же, я надеюсь. Да нет, не он. Не он, нет. Наверное, наверху где-то он обитает. Сейчас мы разберемся. В какой-то из комнат, скорее всего. Эта дверь заперта. Здесь торговцы. Эту комнату я выпотрошил. А вот здесь дверь открыта. И то, где здесь... Как с ним пообщаться-то, с этим археологом, да? Не в подвале же он сидит. Ну, здесь тоже ничего нет. Он явно в подвале сидит. Так, какой-то сундук. На меня здесь спалят. Ты кто? Ты не... Не он? Нет, он просто житель. Это какая-то служанка. Здесь два торговца. Ты кто? Шерид. Ну, наверное, он где-то сидит, видимо, в зале. Ё-моё. Спер картину только что, и мне за это ничего не было. Никто не увидел, повезло. Ты кто? Официантка. Ты кто? Охрана-легионер. Где же он сидит-то? Так, я выключу эту штуку, то нифига не видно. Археолог ты? Новак. Археолог ты? Житель. Вульфрам. Вот он, родной. А я-то думаю, где ты находишься-то? Так, сейчас нас сохранят. Кстати, а что это за типец? Новак, я с тобой общался, нет? Интересный типец. Может быть, нам пригодится где-нибудь или когда-нибудь. Это ты, тот самый человек, который может ответить на вопрос, не давший мне покоя после нашей первой встречи? Скажи мне, как мне убедить тебя в том, что мне нужно навсегда оставить в покое? А, это Новак из великолепной пятёрки. Насколько я понимаю, тебе поручено разобраться с безумным роботом, Археолог. Кто ты? На-на-на-на-на, всё понятно. Я с тобой общался уже. Вульфрам, ты мне нужен. Добро пожаловать, мой друг. Эй, девочка, ещё пиво? Тётя, можно купить? Ничего, только ступку. Так, расскажи мне о себе, пожалуйста. Я археолог, а кроме того, я обожаю всё, что связано с нежитью. Лейтенант Селения, командир легиона настоящего Сайсери, поручила мне осмотреть древние курганы неподалёку от города. Она надеется найти место, откуда началось нашествие зомби. Впрочем, пока что мои поиски не увенчались успехом. Значит, ты много знаешь про нежить? Именно так я живу ради мёртвых. Мой интерес к этой области связан с археологией. Пробудились. Всё, это мы читали в прошлой серии. Ещё что-нибудь ты мне хочешь сказать вообще? Замечательно. Чё я сюда пёрся к тебе, да? Ничего цена вообще не рассказал. И я думал, он мне укажет точку на курганах, где она находится. А ну нифига. Просто потеряли время. Так, а это что за место? Мне сюда не надо. Можем ещё, конечно, с селения перекинуться пару словечками насчёт курганов. И она нам конкретно укажет место, где они находятся. А селения сидит у нас здесь. Кстати, через эти ворота мы уже с вами выпирали. Наверное, и сейчас через них выйдем. Выход-то расчищен. Теперь мы можем свободно с вами выходить, входить. И всё такое. А кто здесь? Красные какие-то все. А вот селения сидит. Селения, привет. Так, давай поговорим о нежити. С кем я хочу обсудить кое-что относительно легиона. Насчёт вылазок на вражескую территорию. Насчёт кургана. Вот. Вух, три тысячи опыта, друзья. Репутация плюс один. Нихрена себе поговорил. Мои легионеры все мертвы. О, жестокая судьба. Если бы не ты, археолог тоже остался бы с ними. Он многим тебе обязан, так? Ох, нихрена себе. Ещё репутация повысилась, друзья. По-моему, мы решили загадку с курганами. Да? Или нет? А насчёт старой церкви? Рядом с церкви бывает кладбище, когда ещё притягивает мертвецов. Маяк. Ну да. Ну да, друзья. Охренеть. Три тысячи опытов влепили. Дневник обновлён. Мы чё, решили квест с курганами? Обалдеть. Реально решили квест. И маяк, и курганы. А что ж там было-то? Мы рассказали лейтенанту Селени, что из всей экспедиции цели только археолог, и что мы спасли его. Она скорбит по погибшим легионерам, однако, она обрадовалась, что выжил хотя бы вульфром. Короче, ещё и мы вылазку к курганам с вами сделали. Потерянная любовь на маяке. Это последний квест. Ну всё теперь. Тогда вообще блеск. Тогда вообще блеск. Мы с вами теперь можем идти смело. Там где-то церковь ещё вверху. Хотя я так курганов и не увидел. На маяке хотя бы бой с боссом был таким солидным. А здесь мы просто археолога вытащили. Ну, в принципе, оригинально. Так. Да, через эти ворота мы с вами бродили, 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 бродили. Ну, давайте сохраняться, раз мы выполнили с вами квест. Шикарно. Вот такая была у нас вылазка к курганам. Ладно, пошли. Пошли теперь дальше к нашему заданию. По поимке бежавшей преступницы, убившей советника Джейк. В принципе, можно идти вверх. Но мы вверх не пойдём. Мы ещё не посмотрели угол. Там, где горел огонь. Так, и сразу дождь на нас напал. Полцарства за сухую рубашку. Кстати, здесь ещё находится карта сокровищ. Джерома первая. Как же я мог её пропустить? Да ни за что в жизни. Мы сейчас пойдём угол сначала посмотрим. Это тот самый дом, где археолог сидел. Кстати, это и есть курган, оказывается. А вот здесь какой-то огонь горит. Что здесь происходит? Смотрите, что творится. Может сохранится? Пепел какой-то пошёл. Смотрите, какие-то адские псы. Тут что, ад какой-то? Или что это такое вообще? Звёздная пыль. С кем дерёмся-то? Смотрите, некромант. Ёхан и бабай. Некромант и три приспешника его. Я пропущу ходы, чтобы себе... А потушить это место можно, нет? Ох, дьявол какой-то. Так, нам некроманта сюда подтащить надо побыстрей. Так, ну что, испробуем. Пятый уровень, по сути. Значит, у меня пятый, у него четвёртый. Мало элементария огня, я не знаю. Берётся он у нас мечом. Да! Аж бегом. Правда, урон я получил огненный. Так, ну давай шагжок назад сделаем. Сбережём себе на будущее. Так. Вот этот мне нужен, парень. Иди сюда. Мне ты очень сильно нужен, друг мой. И иди ко нам. Иди, как дружок, к нам. Опа, нежданчик, да? Неупокойный пиромант. Короче, сжёг здесь всё нахрен. Привет, дорогой. И я тебя сейчас ещё удивлю немножко. У меня есть электрическое касание. Раз ты так близко находишься, я тебя обниму, да? Ну, не очень, конечно, получилось, но... Ну, нормально. И даже ещё могу тебя чуть-чуть удивить. На тебе ещё и вот этим вот... Чуть не получилось. Ладно. Так. Ну, тут рикошетить смысла нет. Сейчас будем тебя стрелять сблизи. Я надеюсь, получится. Да, получится, конечно. Прощай, пиромант. По 500 опыта, Чистяковскими. Так, и можно вот сюда попробовать стрельнуть. А почему бы и нет? 70% шанса попасть. Отлично. Просто загляденье. Я не узнаю Диану. Так. Всё, стоим на месте дальше. Они сами к нам подойдут. Их всего два осталось. Ну, и тут мой выход. Сейчас я тебе... Расскажу. Вы слышали, какой я весёлый парень? Ха-ха! И тебе. Ну, не получилось, конечно, как хотелось. Но я думаю, другие добьют. У меня тем более маг здесь есть очень злой. И замораживатель. Да, его надо заморозить и всё. И копыта ему. Лютый мороз на огненного элементаря. Как вы думаете, что с ним будет? Ничего не будет. Он просто заморозится. Ну, тоже неплохо. Слышите, это его лечит. Надо быть аккуратным. Надо было почитать, что это за заклинание. Да, это его лечит. Сам его ранил и потом ещё и вылечил. Так, ну давай, Мадор ищи. Твой выход. Всё, по 375 у нас опыта. Мы победили. Назад-назад отходим. А как же нам побороть вот эту хрень-то, а? Ну, давай отсоединяйся. Посмотришь сам. Чем мы тут с вами накалядовали. Свиток вызова элементаря дня. Ой, да. Хорошая вещь. Устаревший полуторный меч. Золото и железный слиток. Чё вы тут прятали, а? Гниды. Может, стоит потушить это всё дело? Может, дождь вызвать, а? Ну, я сейчас осмотрюсь, конечно. Давайте сохранимся. А то бой-то выиграли. Ребята, конечно, не очень крепкие были, но... Так, 3 гиппини. Вернее, 5. А что вы тут делали вообще? Новая запись. Ни хрена себе. Подземелья близнецы. Чё-то новенькое. За пределами Сайселя мы нашли странные могильные курганы. Странные могильные курганы. Да, вот оно. Ещё и сундук есть. Так, изысканный балахон. Забираем. Изношенные наручи забираем. И дымовую гранату забираем. Короче, вот здесь мы нашли курганы. Те самые курганы, о которых и шла речь. Как вы видите, да? И сейчас мы, наверное, в них спустимся. А что нам остаётся? Где там наши предводители? Пошли аккуратно. Сейчас попробуем пройти, не сгорев. Их защищали. Защищали, правда, не совсем крутые ребята, но... Но не факт, что там будут такие же слабенькие, как и здесь. Сейчас узнаем, что тут за огонь. Верни в семью. Шед. Отлично. И полезли вниз. Сундук один. А там вообще внизу тоже что-то яркое, красное. Ну, смотрите, в принципе, нам тут как-то так, оп, обойти. И мы уже будем возле... Того самого места, где прячется Эвелин. Ну, пошли курганы посмотрим. Так, темнота, пустыня. Джана, что ты первый ходишь? Не надо первым ходить. Становись сзади. Мы с Мадорой разберемся. Так, какая странная пещера-то. Огромная. Стой, стой. Пи, эй, тут поблизости есть еще одно такое же подземелье. Точно. Может быть, то, что мы делаем здесь, отражается там? Слышите, крыса умная. А говорит нам про зеркальное подземелье. То есть, и в дневнике нам написали про подземелье близнецы, да? Вот еще одна мыша. А ну, стой. Пи, местные жители какие-то странные. Кое-кто из них только и делает, что с часами пялится на то дурацкое надгробие. Какие-то тут у нас какие-то, блин, столбики. Так, и дневник у нас обновился. Че пишут? Мы наткнулись на таинственную могилу с перечнем стихий и несколькими переключателями. Так. А, это и все, что ли? Два белых гриба. Это можно сделать себе лекарство с них. И все. Смотрите, вот здесь какая-то... И четыре переключателя. Как бы это ни ловухи были. Ой-ой-ой. И надгробие. Они что-то здесь все говорят, смотрели на эти надгробия. А потом... Сходили с ума, что ли? Или... А при чем здесь близнецы? Не пойму. Ничего пока не понятно. Ну ладно, разберемся сейчас. Стихия огня. Стихия земли. Стихия воды. И стихия воздуха. Ну давайте почитаем. Земля, вода, воздух, огонь. В двойнике этой клетки твой двойник сразится с твоим же союзником. Так. Ну давайте землю попробуем нажать. А, вверху. Мы убили огненного. Вверху, вверху они появляются. Все, смотрите. Здесь мы нажали, да? А вверху-то были огненные маги. Или ментали. Правильно? Мы же с ними разобрались вверху. Я правда думал, здесь огонь исчезнет и появится что-то иное. А что зеркальное появилось-то? Может еще где-то оно есть? Хера непонятно. А где-то, наверное, есть еще такое подземелье. Давайте все, попробуем нажать. Я не знаю, что оно дало. Тут даже выхода нет. Ну пойдемте прочешем сейчас направо чуть-чуть посмотрим. Что-то, что оно должно давать. Подземелье-близнецы. Где-то есть, значит, второе подземелье. Но я сейчас, по-моему, нажал... ...пиромантию, да? Здесь же нет больше подземных люков. Мы сейчас с вами идем возле того самого дома. Где были? Да, здесь мы толпу разбили собственными лапами. Здесь сидел археолог. Значит, пойдем в правую сторону. Посмотрим, что здесь. А, вот, смотрите. Куча солдат и второе подземелье. И бешеная собака. Гав-гав. Ты кто? А вот и ловуха. А собака за нас нет? Собака за нас. Хоть она и зомби. Так, я их даже полечиться забыл. Ладно, давайте их мочить. Ух, нихрена себе крепенький. Так, мага нам сюда давайте. Нашел я второе зеркальное подземелье. Мага, бегом сюда. Мага к нам. Вот сюда его, пожалуйста. Чтобы он тут ничего не натворил у нас. Так, давай-ка его. Продырявь. Малость. Да, дырявь. И второй раз. Все, маг пошел отдыхать. Второй уже пошел отдыхать. Не успел даже пикнуть. Все, хоре. Ну, мадорище, давай, добивай. Ах, хорошо луфануло. Ну, просто заглядеть. Ох, собака против нас. Еще и больная. Так, лучника надо было убирать раньше. Ох, Джан, больно. Так, лечат, лечат, лечат союзника. Ну, ладно, не больно, не больно, не больно. Я бронированный хорошо. Ну, сейчас уже больно, конечно. Но я тебе отомщу. Давай-ка, наверное, тебя кританем тараном. Вот ты чуть-чуть отдохнешь, полежишь. Как раз с тобой лучница займется. А я сейчас кое-кому между глаз в пиндюлю пилюлю. Вот так вот. Все, одну очку оставим. Так, лучница, вот этого ты попадешь 100% и убьешь. Шикарно. А в этого ты не попадешь, потому что тебе не хватит очков здоровья. Ну и хрен с ним. Давай-ка, наверное, ты подлечишь кого-нибудь, раз у тебя есть такая возможность. Отлично, чуть-чуть и хорошо. Ну, Мадора, твой выход, давай ему. Пару разиков. Нет, один раз только бьет, слабоватенько. Да ладно, Мадору можешь стрелять, все равно ты не попал. Куда пошел? Куда ты? А, ты еще жив, я про тебя забыл. А, и собака еще есть. Так, она еще и больная. Так, ну давайте вот этого уберем. Может задолбался, честно. Все, и пошел я догонять этого типа. Так, давай-ка, наверное, собаку кончать. Ух ты, она у нас кислая. Гнилая и кислая. Так, Мадора, собаку надо убивать. Давай попробуем твой вихрь клинков. Всем находящимся поблизости, ну это, конечно, чересчур. Сокрушающий кулак. Таран, известно, что, да? Давай вихрь клинков хотя бы посмотрим, как он работает-то. Давай. Ну нормально, нормально, собака охреневшая. Слушайте, эти ребята покрепче будут из-за лучника. Мимо. Мимо. Все, собака уже не может нормально драться. Ну, а я побежал. Кое-кого чуть-чуть утихомирю. Ну все, больше не могу тебе ничего сделать. О, маг наконец-то у нас получил право на удар. Ну что, будем лечить, наверное, да? Давай, да, лечить меня. За три хода, я думаю, вылечим. Так, и лучница, добиваем вот эту апсину. Вот, зараза, не попали. Да добейте ее уже. Все, собака готова. Смотрите, сколько блевотина разлилось-то. Кошмар. О, достал свой ножичек. Но ты не забывай, что я-то уже лечусь. У меня-то пошло лечение. А вот ты, дружок, сейчас умрешь. Так, читает у нас молния. Говорят, можно ударить на любом расстоянии. И я это воспользуюсь этим моментом. Уничтожим эту ублюдку. Все, конец боя. Свиток Аватар Вудж. Все, я вылечился. Мадора у нас тут болеет немножко. Сейчас и Мадору вылечим. Мадорище. Готово. Ну а Джана вылечим уже, когда что-нибудь появится. Так, давайте осмотреть, чем мы тут с вами набрали. Воздушный щит. Свиток Аватары. Бур. Трупик какой-то пустой. И еще один трупик. С косточкой. Тоже здесь лежит сундук. И тут мясо какое-то лежит. Кстати, а собака у нас не? Не, собаки ничего нет. Сундук в кустах. Что у нас тут? Изысканные стальные доспехи. Посмотрим. Неопознанные кожаные посмотрим. И морозная граната. Вещь интересная. Так, предметы. Предметы в конце. Что у нас за изысканные кожаные? 32 инициатива. 12 очков здоровья. В принципе, неплохо, если... Если говорить о нашей лучнице. Да? Да. Лучница, ты где? Оно у тебя изысканное? Да, у тебя тоже изысканное. В принципе, то же самое. В принципе, то же самое. Да, только сопротивление здесь огню, а там земли. Ну, нам лучше земли против яда, чтобы здесь в этой местности было. Но будем иметь в виду, что здесь еще есть огонь. Ладно. Мадора, у тебя какие доспехи? 44. Сопротивление воде и плюс один перемещение. Ну, я нашел на 54, но... Перемещение уменьшится. Ладно, у меня что? А у меня что? У меня 52. У меня, в принципе, ничего. Ладно, пока что оставим все как есть. Ну что, вот этот второй зеркальный... Отражатель, о котором речь-то шла. Давайте засейвимся. И посмотрим, что здесь произойдет-то в нем. Что-то... То, что мы сделали там, должно отобразиться здесь. Но сначала... Но сначала... Давайте, наверное, вылечим нашего Джанна. Ну, годится. Тем более два раза. Да, его сейчас вылечат. Да нет, один раз вылечить. Все, пошли. Еще один курган. Местные жители какие-то странные... И удалило только пять часами. И появится дурацкое надгробие. Да, это то же самое. Только мы теперь... В зеркальном отображении этого места. Белый гриб. Слышите, то же самое. Что это бы означало? Так, еще. Мы нашли вторую могилу элементаря. До странности похожую на первую. Что делать здесь? Вода, земля, воздух, огонь. Вода, земля, воздух, огонь. В принципе, здесь указано очередное. Че ты тормозишь-то? Вода, земля, воздух, огонь. Вода. Земля. Воздух. Огонь. Вода, земля, воздух, огонь. Че-то непонятно. Может... А, вот что-то лежит. Железная жила. Это мы добыли, да? Получена железная руда. Еще получена... Сколько мы тут можем долбить, интересно? Вечная жила, что ли? Вечно, что ли? А, жила вырабатана. Понятно. Понятно. Слушайте, непонятно только... Че с этим делать? Вода, земля, воздух, огонь. Или мне надо подойти, мага может, да, нажать? Он же у нас маг, воздух и вода. Интересно. А, вот еще руда. Или это не руда? Да, руда. Железная жила. Руды хоть накопаем. Непонятно, что делать. Все, жила вырабатана. Давайте хоть сохраним все такое количество руды набить. Земля, вода, воздух, огонь. А здесь по-другому. Земля, вода, воздух, огонь. Земля, вода, воздух, огонь, непонятно вообще, что делать. Джана, ну жми свою стихию. Ха, я не знаю, что делать. Давайте дневник читать, что ли? Так, перечень стихий и несколько переключателей. Могильные курганы. Ладно, ребя. Ну давайте здесь, там написано было, если здесь нажать, то столь что-то появится. Давайте попробуем нажать здесь и пойти туда. Ладно, давайте еще раз посмотрим точно. Земля, вода, воздух, огонь. Земля. Вода. Воздух. Огонь. Все, пошли в следующую пещеру. Там, правда, проход, дырка есть, но он завален. Выбегаем и бежим, бежим, бежим. На огонь не наступаем, ребята, будет очень больно. А вот здесь вторая пещера. Смотрим, что тут. Тут тоже лестница, а ни хрена нет. Че делать-то, ё-моё. Земля, вода, воздух, огонь. А здесь какая последовательная? Земля, вода там была, воздух, огонь. Земля, вода, воздух, огонь. Давайте здесь попробуем это нажать. Земля. Ну, которая в той пещере была. Земля. Вода. Воздух. Огонь. Ну, я нажал в этой пещере комбинацию той пещеры. Давайте так попробуем. Ну, не знаю, что делать. Как дураки, бегаем с пещеры в пещеру по этим лестницам. Я уже и магом нажимал, и... Ну, ничего не происходит, что-то. О, есть. Ни хрена себе бьёт. Таинственное... Что такое? А, меня околдовали. Ё-моё. Как же снять это всё? А надолго меня на два хода? Короче, зачаровали меня, прикиньте. Давайте, наверное, эту лучницу сюда. Иначе нам конец. Смотрите, сработало всё. Давайте эту лучницу сюда. Ох, крепкая какая. Ни хрена себе. Так, а что это нам даёт? Убирает ослабление, слепоту, немоту и заражение. Но это не то. Мне как-то надо... Усыпить моего... Соплеменника. Ладно, давайте... Стойку поставим. Врага нашего, что ли, уберём. Ну, хоть так. Так, Мадоро, у тебя со здоровьем всё плохо. Я не знаю, что делать. И меня же бить нельзя, я же свой. Давай-ка обезвредим. Таинственная врага? Но ему хоть бы что. Всё, нам конец. Куда пошла? Нифига себе уронище. Так, надо кого-то лечить. Или замораживать. Давайте её заморозить попробуем. У меня один ход. Я скоро приду в себя. Давайте морозить её. Получилось, нет? Получилось. Получилось. Всё в порядке. И мы можем с вами сейчас ещё молнии шандарахнуть. Но молнии урон вообще маленький. А я Мадоро луплю. Так, лучница. Мочи. Очень слабо поглощено. 25. Очень сильное поглощение идёт. Так, ну Мадоро сейчас выздоровеет. Всё в порядке. Так, давай, Мадоро. Отомсти за нас всех. Сука, да хватит бить меня. Кошмар какой. Ты успокоишься когда-нибудь, нет, придурок? Это я про себя, да. Всё, нам конец сейчас будет. Лечи Мадоро срочно. Сейчас на неё один удар и всё, и конец ей. Отлично. Это я уже? Я пришёл в себя? Наконец-то я пришёл в себя. Так. А, я не добегу даже. Ну, давайте Мадоро теперь лечить. Раз я её... Я её поломал, я её и починю. Всё, не благодари. Лучница, добивай эту гадость. Давай ещё раз. Ух, ни хрена себе вещей выпало. Смотри, сколько вещей выпало. Круглый медальон, зелье, старый тычковый нож, граната, разрывная стрела, замедляющая стрела и круглый медальон. Граната, зелье, сопротивление, ядом, огненная стрела. Неплёха, я вам скажу, неплёха. Там все здоровы. Нет, я болею. Так, я вернулся в семью. И меня можно лечить. Сейчас я сам себя и вылечу. Короче, мы правильно ввели и видели, что произошло. Довольно интересная вещь произошла. Так, давайте вылечим теперь. Кто бы там ни был, вылечим сейчас, наверное, давайте Мадору. Всё-таки она у нас передовик. Там мы её не вылечим. Джана давайте вылечим. Так, Джана вылечили, а Джан теперь вылечит Мадору. Слушайте, а нормальное заклинание, когда ты на свою сторону переманиваешь бойца. Представьте. Так, а чё мы там набрали? Что это такое? Ну, запас изысканный амулет. А нахрена нужен? Не знаю. Так, вот эта зараза здесь появилась. А что это за люк появился? Ух ты! А куда этот люк ведёт? Твой талисман готов? Талисман, который я только что взял? Не, ну напутали так напутали, ничего не скажешь. Это чё? А, вот какой-то стол. А выйти нельзя. А что тут стол какой-то, пьедестал? А, я положил. Смотрите, автоматически положил медальон. Шикарно. А здесь теперь медальон есть. Ну, намудрили. А теперь нам, меня в другой пещере нужно, я так понял, вести код. Нет, в этой пещере мне надо вести код той пещеры, да? То есть... Земля, вода, воздух, огонь. Там? Пошли в ту пещеру. А здесь я должен был вести код той пещеры. Вот так вот. Ни хрена себе намудрили. Вот это головоломка. Ну, не головоломка, а именно... Так мы ещё один раз драться, я так понял, будем, да? Да, скорее всего так и будет. Или уже сейчас будем драться, нет? Вода, земля, воздух, огонь. Вода, земля, воздух, огонь. Вот это надо вести там. Вода, земля, воздух, огонь. Главное не забыть. Вода, земля, воздух, огонь. И вернуться обратно, верно? Так, так, так. Вода, земля, воздух, огонь. Вода, земля, воздух, огонь. И теперь возвращаемся обратно. Здесь тело лежит. А там, интересно, будет. Кто-то появится. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Промахнулся. И сейчас должен быть ещё будет бой, наверное, какой-то, да? Да, бой. Кто это? Дождь. Мужик с мечом. Но и с магией огня, как мы видим, да? Ладно, стоим, ждём. Чё будем с ним делать? Он это маг, надо с ним разбираться. Давайте его тащить поближе. Нет, нельзя. Таинственный маг. А, враг. Я думал, маг. Далеко. Далеко находится, поэтому можем её пока что ударить. Молнией, например. Молния бьёт у меня далече. Но не попадёт, наверное, потому что что-то она у меня не доходит. Да, не судьбинушка. Лучница тоже не добьёт. Хотя, 53% шанс есть. Попал. Нифига. Всё, ждём. Ни хера себе ждём. Ты чё, охреневший? Ближе подойди, урод. Вот гнида, не подходит ближе. Ладно, я подойду. Нет. Маг должен подойти, чтобы его цепануть. Давай. Сюда шаг сделай. Маг, давай два шага. Сколько надо на перемещение? Семь очков действия. Не хватит. У нас всего-то пять, семь. Всего семь. Сука, не хватит. Ладно, пропускай охота, что делать. Так. Ты тоже можешь не стрелять, по сути-то. Вылечи напарницу нашу, да. Да. Ну и раз можешь стрелять. Нет, не добьёт далеко. Вот гнида. Ах ты ж сука такая. О, пошёл, пошёл. Магия у него не конёк. У меня оглушение, кстати. У меня оглушение. Ударю нескоро. Да, иди сюда. Вот сюда, пожалуйста. Так, лежать. И давайте его заморозим. Мало ли что с ним происходит. Заморозка не действует. Профугачил я этот ход. Электрическое касание. Давайте этим попробуем. Я не знаю, чем его убить. Ублюдок довольно сильный. О, оглушение пошло тоже. Повезло. Честно говоря, повезло. Так, что у нас убирает оглушение? Это убирает оглушение. Ослабление, слепоту, немоты, заражение. Нет, оглушение не убирает. Ну ладно, давайте мочить его. Ну ладно, давайте мочить его. Кончать. Его надо кончать. Половину убрали. Я пришел с себя. И готов наказать этого ублюдка. Можем, конечно, его завалить тараном. Попробовать, по крайней мере. Цель заблокирована. Ни хрена не получится. Ну, не получится. Будем рубить тогда. Фу, слабовато. Так, он вернулся. Он взял щит. И мы можем его еще раз попробовать. Уложить. С помощью тока. Годится. Защита от оглушения у него была. Но сейчас мы получим, я чувствую. Так, надо его кончать. Да, кончили мы его. Мадора, надо убивать как-то. У тебя есть таран? Давай, вали его в спину. Не сработало, сука. Все, нам конец. Сейчас будет рубить нас. А, оглушение сработало. Молния опять его оглушила. Ну что ж, нам так и везет. Я думаю, надо его добивать. Всеми возможными способами надо добивать. Пока он оглушенный на пару раундов. Так, товарищ маг. Урон огнем. Давай, мочи. Слабовато. Ну все, Диана, твой. Давай. Ну еще разик. Давай. Шикарно. Друзья, мы победили. Очень крепенький парень. Очень крепенький. Чего у нас тут выпало? У нас тут выпал квадратный медальон. Средняя земля. Зелье и сопротивление огню. Обновился дневник. Использовав переключатель стихий в правильном порядке, мы призвали на удивление притягательных и все же враждебных нам незнакомцев. Мы победили и нашли на их телах странные медальоны. Ну отлично, двоих уже вложили. А дальше что делать? А, вот люк появился. Появился люк. И положить его тоже на столик надо, да, будет? На пьедестал или что это такое. Привет, крыса. Ничего не расскажешь нам? Твой талисман готов? Ну, конечно же, мой талисман готов. Вот сюда. А, вон второй мой зеркальная пещера. Смотрите, теперь будет все в порядке. Дневник обновлен. В зеркалах. Нам дали приз даже какой-то. Да нифига себе. И у нас сломалась защита. Ух ты! Смотрите, сколько всего. Мы с вами объединились и вышли в какую-то пещеру. Что тут пишут? О, все, квест решен. С помощью медальонов мы открыли дверь в сокровищницу. И квест решен. Смотрите, сколько бабла. Очень мало, кстати. 25, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51 бакс. И сундук. 2. И могила. Я надеюсь, драться больше ни с кем здесь не надо. Так, 51 бакс нам дали. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 бакса. Но сзади еще есть такая же выемка, да? И тут у нас есть золото. Ну, просто супер. И мухоморы даже есть. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Золото. Ну, давайте по сундукам теперь пройдемся. Неопознанный кинжал. Вещь хорошая. Если ей пользоваться. Кинжал обычный. И книга навык регенерация гидрология. Вот это вот для моего мага воды будет круто. Вот эта книга как раз по его навыкам. Он у нас, у нас водный маг. Так, давайте посмотрим. Сразу будем предметы смотреть неопознанные. Так, что это у нас за сведения? Слышите, отличный кинжал. Для вора самое оно будет. Давайте этот сундук проверим. Два больших оставим на десертик. Так, это что? Серебряная стрела забираем. Хороший деревянный жезл воздуха берем. И книга навыка доктор. Но этот навык есть. Этот навык мы уже выучили для лучницы. Но у нас есть вторая еще лучница, она там стоит. Так, узорчатый сундук. Шапочка. Древний жезл воды. Чумная граната. И возрождение. Здорово. А тут у нас что? Старый тесак. Колечко. Касание вампира. Чародейство. 200% шанс восстановить. 46 единиц здоровья. Что такое чародейство? Это какая магия? Ладно, потом разберемся. И еще один свиток воскрешения. Ну что ж, здорово. Давайте посмотрим, что это мы тут насобирали. Колечко. Это самое важное. Нас колец нет у многих. Плюс один сила и плюс девять сопротивления воздуху. Это мое будет. Так. Кто бы сомневался, да? Топор. Одноручный. 3156. 5.8 урона воздуха. Кстати, крутейшая вещь, если кто-то одноручным оружием пользуется. Но таких у нас нет. Так. Жезл воды плюс девять позволяет вырезать заклинание осколок льда. Кстати, можем дать нашему магу. Он у нас по водной части. И шапочка. Так. А по познает восприятие инициатива. Хорошая вещь, кстати. Так, давайте посмотрим сразу же снаряжение и мои кольца. Мне нужна сила 1, восприятие, восприятие. Ну. Давайте это заменим на кольцо силой сопротивления воздуху. Все отлично. Плюс 1 сила очень даже нам поможет. А восприятие у меня вот напарница моя за нее отвечает. Сопротивление воде очки здоровья, восприятие взлом. Давайте добавим сюда восприятие. Есть. И дальше идет у нас маг, наверное, да? Он у нас постоянно в команде. И ему хоть одно кольцо надо дать. Сопротивление воде и плюс 9 очков здоровья. А что у нас у Мадоры? На пальцах. У Мадоры есть воровство и перемещение. Нет, ну лучше, наверное, ей дать. Очки здоровья. Пусть лучше в линии жизни больше у нее будет. Очень здорово. Так, поясков у нас ни у кого нет. Шикарно. Так, что мы еще там нашли? Я забыл. Шапочка какая-то. Ну, мне шапочка, наверное, не нужна. Шапочка нужна кому-то другому. Например, Мадоре, да? У нее тоже шапочка. 16 очков здоровья. Ну, восприятие инициатива 2. На мага хороша бы была, конечно, чтобы он первым ходил. 2 инициатива, 12 очков здоровья. 2 инициатива плюс 1 восприятие. Ну, тоже ничего. 12 очков здоровья тоже хорошо. Ну, там броня побольше. Ладно, давайте вот это оденем. Пусть будет так. Восприятие на 2 брони, но за очков здоровья будет чуть поменьше. Ну, что ж, нормально. Все, шик. Пошли посмотрим, что вверху. 3 мухомора каких-то. Все, что ли? Я думал, тут что-то такое ценное будет после такой сложной задачи по скрытию замков. Ну, да, это уже нельзя. Я думал, здесь еще сундучков накидают. Нет, все. Все. И выходим через эту дверь. Кстати, забрать можно их? Педестал, квадратный медальон. Уровень 5. И ни хрена не стоит, кстати. Ладно, пусть лежат. Вдруг там что-то может появиться где-то, не знаю. А вообще мы объединили две пещеры. Теперь они не зеркальные, а закрытые. А две сообщающиеся пещеры. Да, мой талисман давно уже готов. Но тут ничего не появилось, к сожалению. Я надеялся, может еще какой-то сундук появится. Ну, вот так вот нежданно-негаданно мы с вами разгадали историю курганов. И плюс ко всему еще двух пещер-близнецов. С двумя какими-то супер-воинами, которые пытались нас убить. Очень, кстати, прокачаны в плане магии. Тяжело было. Тяжело было с ними сражаться. Так, ну что. В этом горячем месте мы, наверное, якорь с вами бросим. Вот где-то здесь, да? На полянке. Здесь и тепло, и слева, и дождь не идет. И вот это место мы с вами зачистили. Кстати, да, здесь осталась карта сокровищ Джерома. Здесь сундук находится. Но к нему мы уже с вами двинемся в следующей части. Потому что в этой части нам хватит уже сундуков. И других открытий. Проход должен быть где-то в этом районе. И мы его обязательно найдем. Ну что ж, друзья. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. С вами был Дмитрий. Канал Шедвиль Эл Плей. До новой серии. Пока.